Сын и Святаго Духа, Аминь. Иствотворение святителя Иоанна Златоуста, беседы на Евангелие Святого Апостола Иоанновского Слова. Итак, воспряните и пробудитесь, и, размыслив о том, какого Господина мы рабы, возлюбим только его власть, возрыдаем и плачем прежнее время, в котором мы работали мамоне, «Свернем однажды навсегда ее тяжкое, несносное иго, и будем постоянно носить иго Христова, легкое и отрадное». Христос же не повелевает ничего такого, что внушает мамона. Она повелевает быть врагами всем, а Христос, напротив, миловать и любить. Она, привязав нас к праху и пыли, таково золото, не дает нисколько даже ночью вздохнуть свободно. А Христос освобождает нас от этой излишней и неразумной заботы. Повелевает собрать сокровища на небесах, не неправдой в отношении к другим, а собственную правдой. Мамона после стольких трудов и скорбей не может даже остаться с нами, когда мы там будем терпеть наказание и застрадать за исполнение ее внушений. Она даже увеличит для нас пламя. «А Христос, даже когда повелевает дать ближнему чашу холодной воды, не попустит нас и зато лишится награды и возмездия, но воздаст с великою щедростью. Итак, не крайне ли безрассудно пренебрегать столь кроткое и столь великими благами забивущее владычество и работать властителю неблагодарному и непритязательному и непризнательному, который ни здесь, ни там не может никакой пользы принести последующим и повинующимся ему. «Но не то одно худо и не то одно вредно, что он не может избавить преданных казни, а и то еще, что он, как я сказал, подвергает бесчисленному множеству зол людей, покорящихся ему. Весьма многие из тех, которые будут наказаны, будут терпеть наказание именно за то, что служили деньгам, любили золото и не помогали нуждающимся. Чтобы не терпеть и нам того же, будем расточать свои сокровища, отдавая их бедным, освобождать свою душу и от здешних зловредных попечений, и от будущих, зато уготованных мучений. Приготовим себе оправдания на небесах. Вместо стяжания земных соберем сокровища неистощаемые, сокровища, которые могут сопутствовать нам на небо, могут защитить нас в опасности и умилостивить тогда Судью. Да будешь же ко всем нам Его благоволение, и ныне, в тот день, и да насладимся с великим дерзновением благ, какие уготованы на небесах любящим Его, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом, слава ныне и пресно и в овете веков. Аминь. 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 Господи Иисус, Христиан, и Бога.